Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить игру Far Cry 4. Итак, нахожусь я сейчас на севере, на великолепном, очень красивом и интересном севере. Захватил я один аванпост Пакхаригхара, и выполнил я довольно нудное задание фермы Яков. Не шибко интересно и, если честно, я его никогда не проходил. Видимо, потому что оно такое дебильное и скучное. Раньше, я имею ввиду, никогда не проходил. Так тут у нас торговец бродячий шар пойдет. Но топаем к Сабалу. Собственно, куда я и планировал отправиться еще в прошлой серии, но серия подзатянулась туда-сюда, поэтому только сейчас. Как я уже говорил, очень красивый, очень красивый Север Кират. Прям атмосфера на пиковом уровне, я это сказал. Стоп, там молитвенный барабан был. Секунду. Секунду. Бросать, конечно, транспорт на дороге опасное дело, потому что в любой момент могут проехать гвардейцы. Во. Все. Довольно большой прирост в карму дает вращение барабанов. Просто отвоевали. Во. 262 очка. Ничего себе. Хотя, о. 25% на карму. Карта местности. Скидка. Я вышел на новый уровень, да? Пятый уровень кармы. Неплохо. И теперь аж 2000 надо до шестого. За шестой дают одну из уникальных пушек в магазине. Уже не припомню, к сожалению, какую. Но да не. Супс, господи. Че нам тут? Опа. Да умри ты, псина. О, хорошо. Тихо. Но бойцов перебили. Обидно. Сколько стрел я высадил. Думал мне конец. Теперь я ваш долгник. Ну, тут хотя бы на земле лежат. Так. Тихо, 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 тихо. Ты чего? Ты чего? Жуткий сушняк. Сушняк? Дружище, ну, сходи куда-нибудь к реке. Попей водички чистой горной реки. Думаю, что о, шерпа идет. А, нет. Это ни хера не шерпа. Это... Это тяжеловес. Золотой путь есть и там. Никто не знает север лучше. Ты должен встретиться с ними. Горит. Козел. А я высоко. Вот и все. Как жопа у него бомбит. Наконец-то сложился сколько это... Семь я коктейль молотого потратил. Ничего себе. Он все еще жив. А всего-то на всего надо было вот так сделать. Ну, допустим. Так, уткарш. Уткарш, уткарш вот сюда. Тогда полетели. Но встретить вот этого одиночного бойца на дороге это было весьма неожиданно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Это было прям странно. Я думал, что это шерпа идет. Бродячий торговец. А потом смотрят, что-то какой-то вальяжной походкой он идет. Прям вообще никого не стесняется. Я понял, что на самом деле не все так просто. Уткарш, уткарш, уткарш. А давайте, ребят, помимо уткарша мы еще и колокольню сейчас освободим. Потому что местность там нужно видеть хорошо. А я обращаю ваше внимание на миникарту, потому что там сейчас все черное. Опять-таки, потому что колокольни. Догоните, убейте курьера. Да наши ребята сейчас его оформят. Ну нет, его оформил я. Зачем? Ремонт движка точно не мое. У меня есть чем вам помочь. Ремонт движка точно не мое. Ну, 4500. Нормально. Охеренно. Обожаю вот за такие моменты Far Cry. Казалось бы, да просто я еду на задание. А попутно столько всякого происходит. Просто диву даешься. Так, ну пока что на сюжетку мы не полетим. Надо открыть колокольню. какую-нибудь какую-нибудь колокольню. Или сразу на задание? Нет, давайте сразу на задание. О, видали что? Не могу я приземлиться. Он сам взлетает. Причем очень высоко взлетает. На посадку, на посадку, дорогой. в пределах сюжетных локаций я не могу садиться на воздушном транспорте. Жесть. Я как-то даже не обращал никогда внимания на эту мелочь. А вот сейчас она становится очевидной. Красиво скатились. Подрезали лопуха. Или это укроп? Скорее всего укроп. Листочки маленькие. И топаем вудкарш. по патронам все довольно грустно на арбалете. Болтов мало. На пистолете в принципе неплохо. На РПГшке все по полной программе. Полный фарш. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Уткарш. 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 Так, тут где-то пропаганда. Ребята. Ребята. Немцы в деревне есть? Все. Ходим. Ё-моё. Не знаю насчет немцев в деревне, но нанотехнологии присутствуют. Сто процентов. Аккуратно так шифруемся. Потому что судя по огромному количеству агиток ребята хоть и чисто чисто формально, но они поддерживают пейгана. да уж. Странная деревенька. Аномальная, я бы сказал. Если я вижу третье ведро в воздухе, я вынесу окончательно вердикт о том, что эта деревня аномальная. Всем верно подданным внимание, золотой путь становится все смелее день ото дня. Король мин и Ё-мо напоминают, что гвардия короля готова встать на путь этой самой угрозы и защитить подданных короля мина. Да залитого свет пейгана. Да мы уже видим, как вы встаете на пути этой угрозы. Есть что-нибудь? Вроде ничего. Они ждут тебя внизу. Склад боеприпасов у вас тут. Угу. Аджай, спасибо. Мы снова золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут милый дом. Нет. Моя семья. Ой, а это волшебно. Красное дерево, да? А вы идеальная пара в придачу к дому. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства утка ржа это, без сомнений, ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они само гостеприимство примут любого. я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр. Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы воспользуются вашим гостеприимством. Он все знает. Повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, коронит. Ваше желание закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. Да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. А тут уже зондеркоманда стоит. Ой. Нет, тебя убьют. Я за Бейгана. Ну, как эта тварь не слышно? въехала в деревню? Забал, вижу Бейгана. Я преследую его. Что? Ты уверен? Так точно. Ты справишься, брат. Давай, 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 давай. Нельзя упускать этот шанс. Уже и коптер подготовили. паскуда. Ну, ничего, сейчас я тебя, гнида, гончу. На коптере-то я летал много. Главное, тебя где-нибудь подпасти. Опа. Вот это да, вот это хорошо. А, нет. Это был не Пейган. Мне еще дали ачивку сошедшей с небес. Народ, если что, я летел на коптере параллельным курсом и вот запрыгнул в машину, то есть через эту дверь. Это было круто. Привет, Аджай. Скучал по мне? Ну, конечно же, скучал. Пейган? Я же убил тебя. Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он меня обошел? Он даже не был азиатом. Из Мельборна, вроде бы. Его единственный грех потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну, ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся дед от дед. Это было круто, друзья мои. Ничего не скажу. Вот по моим прошлым прохождение, ну, оно было одно-единственное полное прохождение для себя, четвертого фар-края. Я всегда просто убивал Пейгана, так или иначе. Я подрывал его из М79, летел на коптере. Просто дожидался, пока он остановится сам, пока машина выйдет из строя. Но ни разу я не подлавливал его вот таким вот способом. Это круто. И, по-моему, это какой-то из перков. Да? Вот он, убийство на транспорте. Едьте параллельным курсом с транспортным средством противника и нажимайте F, чтобы убить водителя и пассажира. О, как. Слушайте, это круто. Это здорово. Да. Улучшение кармы почему не сработало? А, можно по одному очку тратить на каждый уровень. О! Хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Да. Ну, наверное, сильно распыляться мы не будем. Вот задание сопровождения надо выполнить. Но как я с него сорвал парик, это прям было эпично. Нет. Задание однозначно очень клевое. Сто процентов. И давайте сбросим с обрыва этого козла. Прощай, ублюдок. Так, а вот и колоколинка. Давайте посмотрим, как нам ее оформить. О, вот и карма. Давайте проверим, как это работает. спасибо. Ты спас меня. На здоровье. Угу. Деньжат оцепишь, да? Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хо-хо-хо-хо-хо. Хе-хе-хе-хе. 179 очков. Хорошо. Давайте мы откроем колокольню. Не понял, что за звук? Откуда раздался голос? Он сверху? Он сверху. Сверху, скорее всего, где-то снайпер. Главное не перелететь. О, там вас еще и медведь будет развлекать. Балдейте, пацаны. Балдейте. Вас Михаил там сейчас уработает, как нефиг делать. Вот еще кошечка. Вот так. Вот она. Не смеять. Собрался он по мне пострелять. Козлина вонючая. Спасибо за патроны. Ой, давай, все. Дорогая редакция, заканчиваем. Задолбала, мозги компостировались. Лагерь Лагерь Дети Будущего. Склад Лома Кео. Королевское убежище 9. МВ-5 бесплатно теперь в магазине. Неплохо. О! А вот и задание сопровождения. Ну-ка. Так. Секунду. Мужик, мужик, не бегай, не бегай там. Я знаю, я знаю. Бедный мужик там его расколбасило. Мне даже жалко этого гвардейца. Я хочу выполнить одно задание сопровождения. чтобы не открылись хорошие перки связанные с ячейками здоровья. Так. 500 к опыту. 553-6000 сопровождайте и защищайте конвой с запрещенной литературой, пока он не доберется до места назначения. Давайте попробуем. Что везете? Запрещенные книги. Мы их переиздаем и устраиваем тайные библиотеки. Поможешь? А то. Беру острее меча, верно? Да, но ракета эффективнее. Высылаю координаты. Тихо. Далеко ли ехать? Не так уж и далеко. Задание по сопровождению. Это будет интересно. Сопроводите грузовик в безопасное место. Защищайте его любой ценой. О, так, подожди. Я возьму вот это. Итак, ты читаешь книги? Ну, бывает. Это, полагаю, глупый вопрос. Но я про настоящие книги. Ни комиксы, ни романы, только суровая военная история. Это по мне. Да, да. Или фон Клаузевица? Всем столбом мудрости? Нет? Ну и ладно. У тебя хоть есть образование, а у тех, для кого книги, ничего нет. Понимаю, да. Блин, как же мне нравится этот камуфляж гранит на 416-ю. Безумно просто. Водилы гоняют, как ненормальные. Сейчас отъедем. Все. Держи. Минус. Эта тачка не рассчитана на езду по холочкам. А. Нельзя ремонтироваться во время движения. Хорошо. Это наша задача просветить их. В этих книгах я буду просвещать. Я буду просвещать. Бейган знает, что знание сила и не может лишить нас ее. Тихо, 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 тихо. Подождусь здесь. Да как же ты промазал? Отжай. Ну что, первый раз, что ли? Все, нормалек. Что тут, псина? Все, нормально. Фух. Не, ну с вертолетом мы бы тут дрочились, мамородное, сколько? Давай. Сразу надо перезарядиться от греха. Потому что, мало ли, как дальше пойдет. Давай, давай, давай. Все, машина пока на ходу. А я бы на твоем месте остановился. Ты же мигом, правда? Да. Тачку в ремонт придется. Сейчас отремонтируюсь. Противник впереди. Пассу. Отойду. Псс. Я не из назад, нам нужно сбежать. Все. Иду, 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 иду. Родная, ты же понимаешь, что нельзя во время движения использовать ремонтный инструмент. Поэтому я и останавливаюсь. Оба. Снайпер. Давай, проезжай, 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 проезжай. Привези вражеский транспорт. Держу я. Лучше гранаты взять. Кстати, вот то, что у меня заканчивается заряданная РПГ, это плохо. Это очень плохо. Блин, это вот квест по сопровождению. Он не такой, на самом деле, легкий. Вот куда тебя несет, дорогая. Это библиотекари? Предполагаю, что да. Все. Хм. Ну, неплохой. Бонус. Да. Не, ну тачка эпичная. Эпичная. Нельзя на такой яркой машине перевозить важные грузы. Ну, в частности, допустим, запрещенная литература. Это же особо важный груз для повстанцев. Это ресурс важный. Аджай, эти припасы были нам необходимы. Ты очень помог. Спасибо, брат. На здоровье, брат. Какая же все-таки красота. Лепота просто. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Уткарш, уткаршем. А вот задание-то у нас на территории закрытой. Поэтому, наверное, знаете, ребят, что? Вот это мы у такого круголя просто-напросто дали и все. Вот возле колокольни, по-моему, не было. Не было коптера. Поэтому давайте мы откроем еще одну вышечку сегодня на финал. Чтобы нам было видно, где там Лонгин сидит. Где там сидит. Кстати, я поиздержался, поэтому надо пополнить боезапас. Зря я так рано вышел. Вот МП-5. На халяву. Вектор! Спас-12. Уууу, МКГ. Гэмчик. И вот он, китайский гранатометр ГА-87. Магнум-44. Сколько добра я взял с собой. 811 тысяч. С ума сдуреть можно. И на 88 я пополняю свой боезапас. Вот они, новые стволы. Спаситель. Вектор. Крутые-крутые пушки. Гэмчик. РГ. МКГ. Пистолет. Магнум. Лады. Так, а в уникальном пока ничего нет. Вот циркулярка. Как бы она была хороша. Как бы она была хороша. Ну да ладно. Нам нужно держать путь на вот эту вот колокольню. О, Миша гонит двух яков. Пусть. Так, помощь повстанцам. Готово. Оп. Палево. Это плохо. Миша, 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 Миша. Не надо делать этого, Миша. У меня тут проблемы по всем фронтам. Ого, это откуда по нам целил снайпер? Лови. Лови. Нормуль. Вот откуда снайпер по нам целил. И у него, по-моему, застава была. кстати, ребят, действительно, миномет был бы неплох. Прямо в яблочко. А тебя, друг, я завалю особенным образом. Или ты меня завалишь? У тебя там что, пулемет? Судя по всему. Нет, у него обычная 416-я, но мама родная, как он меня разделывал с нее. И я совершил большую тупость, потому что я не взял свой любимый AGM. Но вот этот вот налет, контратака, это была весьма неожиданной. Очень даже неожиданной. Но зато есть повод помародерствовать. А у гвардейцев, кстати, довольно много денег с собой. По 4, по 5 тысяч. Вот 3 у челика. У этого еще было 3 300. У этого, я думаю, тоже около 3 325. Нормально. Нормально. Оформили мы, ребят, качественно. Красиво. У тяжеловеса явно побольше будет денег. 3 500. тоже неплохо. Вот они, минометы. Вот все-таки ребят наших положили. К сожалению. Да. Кстати, ребят, знаете, как использовать миномет? Вот таким вот образом прицеливаемся. все стало гораздо проще, чем было во второй части, допустим. И открываем огонь. Все. Минус машина. Устраивать огонь по... Все. Это предел. 203 метра. Устраивать вот такие вот артобстрелы по... мирным мы не будем. Так вот. Магазин. Рановато я убежал. Помоги! Прошу! Нет, извини, 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 извини. Во! Вот что надо сделать. И боезапас пополнить. А вот теперь, вот только теперь топаем на вышку. Прости господи. Наконец-то. Мужики, вы хорошие. Вы хорошие. Я по-прежнему так считаю, несмотря на то, что вы меня боднули ужасно больно. я с вами конфликтовать не собираюсь. Так, где тут листочек? Для инъектора. А что эти поцы там делают? Что вот они там стояли? С какой целью? у них бизоны уже. Охраняли вот этих вот бродяг. Может быть и такое. О, шерпа идет. Вот это точно шерпа. по-любому. По-любому. Да. Так. Да, блин, без коптера неудобно. Но что поделать? Кто? Кто меня подпас? А, там собака. там собака. Откуда она бежала, интересно. Причем собака служебная. Так, вышка сто пудов охраняется. Сто пудов. сомневаться в Пайгане это акт государственной измены. Сомневаться в Пайгане акт государственной измены. Я тебя оставляю. Твоих пуль я не боюсь. О! Да тут еще оказывается пленные сидят. Вот это да. Вот это я удачно зашел. Выходите. Выходите. Стоять! Стой, сука! Хоть я и упустил один уго он улетел на второй этаж. Хоть я и упустил один конвой с припасами. Но этих тварей я не упущу. Так, не так? А! Где-то кошечка. А, спринал. Еще один, еще один, еще один. Это шанс исправить ошибку. Ах, хорошо. Кстати говоря, даже грузовики стали выглядеть иначе. Не так, как на юге. На юге они были обычного цвета. Такого землянистого. Кабина, я имею в виду, сама. Просто был логотип армии короля и был тент на кузове. а вот здесь тента нет. Сама кабина оранжевая. То есть такие небольшие, казалось бы, изменения, но заметные. Как я хочу эту дуру выключить, вы не представляете себе. все. Это будет последняя эфира идиотка. 13 из 17. Перевал Гарнака. Руины храма Деви. Лагерь Шерпы Чуманту. Хм. Аби. Аби-аби-аби-аби. Вот и все. Вот и нету Аби. 911 бесплатно теперь в магазине есть. Ну что, друзья мои, давайте навер... наверно... наверно на вот этот момент я закончу серию. И продолжу уже в следующей. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за просмотр, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, читайте в Твиттере, играйте в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова